здравствуйте мои дорогие подписчики на канале youtube голова садовая значит сегодняшняя тема болезнь лука которая называется шейковая гниль шейковая гниль просто так не появляется это говорит о том что вообще просто так не появляется и лук который хранится уже в хранилище он только тогда может заболеть но при этом нужны условия первое условие это толстая шейка толстая которая не пересыхает совсем да и она как палец примерно значит что лук не вызрел а если он не вызрел значит и хранится он не будет что происходит значит вот эти ткани у лука становятся буроватыми мягкими на срезе как вареная вот если луковицу потрогать она будет мягковатая такая противненькая если срезать вы увидите что там как будто ошпаренные некоторые до подписчики мне писали и пишут до сих пор что у меня весь лук как вареный вот вам пожалуйста шейковая гниль вот чтобы при хранении не появлялась это заболевание шейковая гниль даже при толстых шейках температура нужно от 0 до плюс 3 градусов и очень сухо если вы не можете обеспечить такое хранение в подвале ну тогда уже храните дома как-то при температуре более высокой но лук должен быть вызревшим и сухой значит самый благоприятный момент проникновения канидий для заражения это уборка и обрезка пера вот когда мы лук выгорели да но его надо подкапывать его нельзя просто вырывать из земли нужно подкопать и чеснок тоже обязательно мы когда его оттуда уже вытрясли не надо в этот момент у лука ничего обрезать пожалуйста дайте ему высохнуть температура просушки должна быть 9 10 дней и температура 30 35 градусов и ничего сверху не должно лица и это не должно быть закрытое помещение должно все проветриваться чуете к чему клоню лук надо высаживать в сроки совершенно определенные это конец апреля начало мая для того чтобы нам в августе когда еще теплые дни существуют а лучше бы в конце июля лук уже убрать и выбирать сорта надо не очень позднее здесь есть и раннее и позднее и средне раннее поэтому на табличках в магазине все написано какого срока созревания да какой срок вегетации то есть от того как вы посадили до того как вы уберете значит больше всего поражаются луковицы с толстой мясистой шейкой вообще вот регулярная ранее разумная высадка уборка в полной зрелости сушка лука как я сказала 9 10 дней 30 35 температура обрезка шейки составлением ее 3 а то и 6 сантиметров вот желательно бы чтобы ну не смогла болезнь проникнуть туда в луковицу это очень важно не надо подлысока ну не даст это даже у этого лука севка мы еще умудримся отрезать его хвостики и ему хвостик сохранен как положено сюда никакая болезнь не попала значит ну все вооборот соблюдать обязательно потому что каждый вот посадили лук да через четыре года только можете прийти снова на это место ну желаю вам всего доброго и конечно помните и почва должна быть подготовлены и минеральные удобрения и органические должны быть и она не должна быть кислой эта почва на этом все а